Там папочка у него своя есть, потом оно все будет, может, порыться и найти. Главное, чтобы там горела запись. Ура! И лучше не выключайте компьютер, пока он не скомпрессирует, потому что потом придется искать. Дождитесь, когда вот он все сделает после зума. Хорошо, спасибо. Хорошо, сидеть вам до утра, Лен, на работе. Как всегда. Я еще могу сказать, что да, все мы рады друг друга видеть. Наконец-то мы все, можно там показаться. Здравствуйте все. А также тех, с кем я лично не знаком. Очень приятно с вами заочно познакомиться. Вот. Ну, собственно говоря, во-первых, я все-таки думаю, что это не совсем пионерные нейроны, но тем не менее, это нейроны, в которых есть похожие функции. Впрочем, я сейчас расскажу и покажу, как это выглядит. А вот соглашаться или нет, это уже вы сами решите. Это нейроны нейроны, там дело десятое. Это я рассказала просто, потому что мне это было интересно. То, что я знаю. Это нейроны нейроны, там это, без этого калавратки бы не было. Надо начать с самого начала. Поэтому, надо сказать, что у Дженни... Да, начнем с самого начала, поэтому... Сейчас, я хочу демонстрацию. И поехали. Так. Чем ли видно мой экран? Ой, что такое? Почему-то у нее сделала как-то презентация. А мне нужна вот эта презентация. Так. Чем ли видно мой экран? Мне видно. Да, все отлично. Ну, хорошо. Я начну с простых, самых базовых вещей, потому что я уверен, конечно, что все знают, что такое калавратка, но мало ли. Может, что-то не точно помнится. Ну, в общем, калавратки – это такой тип организмов, который является одним из самых распространенных с точки зрения места обитания и вообще континентов, типов животных. Потому что их можно встретить практически везде, где есть жидкая рода, вот, от Антарктиды до, я не знаю, там, арктических островов, когда там что-нибудь оттаивает. Животные относительно не древние, то есть, как бы, вот, сами по себе калавратки находятся 30-40 миллионов лет назад уже как есть. Однако у них есть интересные родственники, которые отодвигают происхождение, вместе с которыми они входят в группу гнатифер. Вот. И, собственно говоря, тот факт, что они родственники, отодвигает их происхождение где-то на 550 и 560 миллионов лет назад, как минимум. Потому что уже в формации Бёрджерс находится живот очень близкий на современный архитагнат. Это на данный момент считается группой, соответственно, оснований гнатифер. Ну, вот это как выглядит современный взгляд на систематику. Хотя, конечно, стоит отметить, что это положение, оно весьма-весьма неточное. Несмотря на то, что вот есть там по филогенетической систематике, есть там по молекулярной систематике, это понятное дело, что это животные первичной роты. Но вот то, что это лофтархозойные животные, я бы вот, ну, точнее, спиральные животные объединяются ближе к лофтархозойным, я бы вот сомневаюсь. Я вам расскажу сегодня почему. Вот. Ну, опять же, гнатиферы сами по себе, их уровень этой клады примерно такой же, как лофтархозоев, гдизозоев или вторичный ротах. То есть это очень-очень такое древнее крупное объединение типов. Вот это вот мой объект, с которым я работаю. Это основной моногонотная клавратка, брахионус, маневакос. Она родом из России, которая работает в Америке, и она родом из Азовского моря. Вот. В целом, видимо, анатомия на клавратке очень проста, и кажется, что все с ними понятно. То есть у них есть тархальный диск, корона, на ней тархальный диск, есть то, что называется телом. Опять же, корона с мастерством считается головой. У нее есть тело, которое заключено в лорику, с хитиновыми слоями, с белковыми слоями, плотно довольно, ну, для такого маленького животного. Есть нога, подвижный отросток на конце тела. Ну, червяк такой, ну да, немножко измененный, казалось бы, но червяк. А вот нет, это совсем не червяк. Это тоже сейчас вам расскажу. Вот. В дополнение вот несколько слов про то, поскольку так или иначе я буду касаться много раз нервной системы за сегодняшний рассказ. Вот примерно так выглядит нервная система. У нее все, с одной стороны, конечно же, просто, а с другой стороны, для животного размером тысячу клеток, это довольно сложная нервная система. У нее есть мозг, который находится в дарзальной стороне. Есть, к нему непосредственно прилегает дарзальная антенна, это хемосенсорный, по всей имости, орган. Вот. Есть, это самый большой, церебральный гангли из дарзальной антенны, это самый большой гангли, таким образом. Вот. Есть гангли поменьше в мастоксе, и есть цепочка ганглиев в ноге. Плюс мастоксальный гангли соединяется, ну, это вот мы, я уже нашел, соединяется с церебральным ганглием через такую цепочку из двух ганглиев еще, входящих на вентральную сторону и соединяющихся обратно. Плюс у них есть еще это важное, такие для нас сегодня тоже, органы. Это сенсорные клетки тела. Вообще, это вся сенсорная периферия транка. Если что-то пошло, то там ровно четыре клетки. Здесь, здесь все, все тело этого животного. А именно это латеральная антенна и дальний сенсорный орган. Вот. Соответственно, животные для работы сложны. У них яйцо находится в достаточно очень крайне малопроницаемой оболочке, в которой, в Хоринг, в которой не проникают, например, в такие низкомультериальные вещества, как Хёкс. В нее не проникает большинство низкомультериальных органических веществ вообще. То есть, оно вот туда могут пройти ионы еще, и то не самые крупные. Ну, в общем-то, сложно туда внутрь проникнуть. При этом само по себе яйцо легко разрушаемое, мелкое, и поэтому с ним особенно много, и никто не работал исторически. То есть, те работы, которые делались, они были прямо, надо сказать, осложнены этими обстоятельствами. Более того, из-за крупкости яйца, например, вот до меня никаких ин-ситу гибридизаций и вообще окрашиваний в литературе ранних животных раньше, чем гаструла там. Гаструла и раньше просто не существовало. То есть, это либо зарисовки там с живых животных. Но все данные из-за этого только вот про более поздние стадии, которых тоже никто особо не разбирался. Вот. Но, на мой взгляд, это большой плюс животным, потому что можно наработать там литр культуры, два литра, пять литров культуры и получить столько и сколько надо. Можно одновременно их покрасить и, соответственно, в пределах одного окрашивания найти все стадии, которые мне нужны. Вот здесь вы можете видеть пример окрашивания на HCR, с пиодом HCR, Hairpin Change Reaction инситу гибридизации, вот, на четыре гена. Ну, и сразу это такой забор на много-много стадий. То есть, как бы, вот, дробность от того, как можно заглянуть в это животное, зависит только от ухи чусти на конфокале. И, переходя к первому важному вопросу для того, чтобы понять, на кого похожа клава. Существует две точки зрения на то, первично-ротая клава или вторично-ротая. Ну, тут речь идет о технической вторичной ротости, но тем не менее. Вот на своих одного же рода два дяди в начале и середине 20 века описали, один, что это вторично-ротая животное, второй, что это первично-ротая животное, что вот у него гаструляция, которая кажется, это на самом деле не гаструляция, это вползание полового зачатка. Ну, может быть, там вползание полового зачатка происходит, но, извините меня, там же происходит вход, как минимум, части медадемии. Ну, ладно. Вот здесь вы можете видеть оба процесса. Слева это то, что вот названо гаструляцией более ранним автором, справа это то, что названо гаструляцией более поздним автором. Если все это внимательно посмотреть, это был лайф-имиджинг, то становится все гораздо более ясным. Ну, во-первых, я, конечно же, считаю, что вот этот вот вход в ползание, там, зачатка и тех клеток, которые вместе с ним, это, конечно же, гаструляция. Потому что дальше происходит открытие рта. А вот следующий шаг, процесс, который вот здесь вот в третьем ряду сверху, это не открытие рта никоим образом. Это, извините меня, сворачивание животного, самого себя. Туда уходит куча клеток с центральной стороны, и значительная часть идет, образует мастекс, и, в общем-то, это эктодермальные клетки, ну, вот такое вот животное. Это видно не только по лайф-имиджингам, это видно по накрашиваниям, это я покажу дальше. Ну, а дальше идет образование ноги. Причем там вот даже основание, значит, часть из основания ноги, она уходит в эту самую, вот в эту приоральную полость, и там что-то формирует. Вот. С другой стороны, вот если посмотреть покрашенных животных на even skip, то будет видно, что у них как раз-таки в этом месте, вот в основании, где откуда будет отрастать нога и окрестности, вот есть очень компактное, раннее, там, с самого начала, такая экспрессия. Even skip, ну, не с самого начала, а с момента, когда even skip спрессируется. То есть, вот, и это очень похоже на вот картинку, знакомую некоторым здесь присутствующих сегодня, вот, на то, что мы видим в полутинирисе. с поправкой на то, что тут нету cleft-shaped blastopor, что он не закрывается, хотя вот в его пастерьерной части вполне себе ничего есть. И она фактически себя представляет вот то, что является таким вот этим blastoporом номер один. Вот. С другой стороны, если взять, посмотреть внимательно на экзегаструлу, индиницированную закент пулоном, то в ней можно найти рот. Она не смогла, вот это животное не смогло закрыть полностью бустопор, однако рот вполне себе ничего формирует. Более того, у него, не знаю, на все проблемы в постриженной части тела, у него вон корона начала формироваться, то есть лупцы короны практически уже есть, конечно, нарушены, но тем не менее. Вот. Что тоже свидетельствует о том, что все-таки это рот больше, чем blastopor в этом месте находится. Ну, и опять же, возвращаясь, вот вот адрес Хейнуль в 2015 году, он ничтожественная в этой книжке о эволюционной биологии развития безпозвоночных, он в последней проклаврате там дописал, вот как у Лехтера написано. Ну, я считаю, что они неправы как минимум писать про то, что есть, отсутствует единственное мнение и работ всего две, но это надо. Далее. Важный момент про клавратку. У клавраток есть аппекальные органы. Это вот начав работать, я вот сразу нашел вот такую структуру, которая находится на дорзальной стороне в голове. Ну, вроде как на дорзальной стороне. Вот. Она имеет такие вот flask-shaped клетки в себе. Ну, и далее работа с ним оказалась, что эта структура закладывается точнехонька в середине зоны экспрессии Fox-Q, частично перекрываясь там есть клетки Fox-Q2 положительные. То, что все это окружено совершенно четко CX-36, ну, там, вплоть до того, что там есть, например, OTX положительная клетка, как это есть в аппекальном органе платинериса. Плюс я там нашел экспрессию гена Коэта, артолог артолог Кольер, ой, это сокращение от Кольер OLF-TBF, это очень интересные гены, которые являются достаточно низким транскрипционным фактором низкого уровня. Ну, и вот в зоне, в эпикальной зоне он экспрессируется у всех животных, там, в вторичной ротах у морского ежа, у ктинофоры, вроде как, нашел Мартиндейл, и у там разных лавтархозоев. Плюс в этой же зоне позднее начинает экспрессироваться, во-первых, Fox-J1, ну, он там вообще везде, практически в этой клавратке, все, что имеет реснички, его со страшностью экспрессируют, и протнефридии, и трахальный диск, там все практически клетки, и видно, как кишечники клетки начинают, когда реснички отращиваются, экспрессируют. Вот, но, тем не менее, тоже по классике Fox-J1 там есть. Плюс он начинает самое, это самое раннее место экспрессии, ТРПВ, канал ТРПВ, который является таким маркером хемосенсорных нейронов классическим. И опять же, у Платинериса Аренд его вполне себе ничего нашел в аппекальном органе. Так что, а, ну и плюс по всему прочему, вот, собственно говоря, Хейноль, который красил взрослую клавратку и написал статью про то, что ничего непонятно в Nature и что ни в коем случае нельзя использовать данные экспрессии в молекулярных организациях для сравнения животных. Но тем не менее, вот, НК2.1 тоже по классике экспрессируется в этой дарзальной антенне во взрослом животном. Это тоже свидетельство того, что это, ну, гомолог пекального органа. Вот, почему это важно? Ну, потому что, имея вот, даже такой вот набор генов небольшой, как вот ИКС, Х2, СХ3, 6, ну, прифокнутый здесь СОКСБИВАН, который у коловратки не классическим образом экспрессирован не только в нейрактодерме, как у лавкозойных животных, например, а он, там, больше, экспрессируется в нейрактодерме, плюс он еще экспрессируется во взрослых нейронах. но, тем не менее, он довольно показательно маркирует часть тела. А вот, если все это суммирует, то можно увидеть, что на ранних стадиях, вот, собственно говоря, вот так оно выглядит. То есть, вот есть зона экспрессии от X, внутри нее зона экспрессии, ну, там, позднее включается в CX3, хотя, вроде как, Fox News включается под CX3 у всех нормальных животных, но не около вратки явно. Вот. И дальше, собственно говоря, вот так оно организовано. Ну, и если взять грубо трохофору, в данном случае я взял из статей Арента 22-24 часов возрастом трохофору отрисовал, так, и посмотреть, как соотносятся эти вот, вот это вот пол-кольцо от X, которое есть, скажу, где находится рот, ну, можно считать место закрытия бластопора для рта до рта гомологической зоны самого бластопора щелевидного. Вот. Ну, и все это задает вполне себе конкретные оси. И оказывается, что калавратка, когда она вырастет из этого зародыша, она будет ориентирована примерно вот так. Что с осями здесь все совсем не так очевидно, как кажется, потому что ближайшим уплощена эта калавратка в антеропастериорной оси. Более того, яйцо уплощено уже в ней. Оно задает исходное удлинение тела, и вот это яйцо уплощено в антеропастериорной оси, удлинено в дорзовентральной. Это животное так и растет. Ну, как бы это грубо, потому что там с ним еще сейчас расскажу, какие там странности происходят в процессе развития, потому что там четкой на самом деле аналогии антеропастериорной дорзовентральной оси совсем вот просто и нет. Они там смешаны. Но тем не менее, это животное обладает совершенно но это на самом деле не столь странно, если посмотреть глубже в развитии этого животного. Вот здесь я взял клавраток яйца, я сделал, прокрасил их на HCR для того, чтобы хорошо видеть, маркировать стадии и части тела. Потом я покрасил на иммунохимию этих животных на футбол с телами против фосфорных дисплона и просто посчитал ядно, примерно там 70-80 клаврат яйца на разных стадиях. Ну, вот что у меня получилось. Получилось то, что реально большинство кляточных делений приходится на стадии, когда ее никакого совершенно удлинения нет. То есть там, вот, например, я их разделил грубо на клавратку на 4 части так вот плоскостями и посчитал просто эти ядра. Ну, и вот тут видно, что нога там, когда там начинает отрастать, начиная здесь со стадии 6, делится она где-то на стадии 4 в основном. Большинство делений происходит в этой зоне. Ну, и в целом, там просто нет целенаправленных делений, ориентированных делений, которые бы удлиняли зону роста никакой там просто нет. Вот, значит, часть развития животного проходит уже после всех клеточных делений. То есть вот здесь вы можете видеть последнее деление в калавратке. Вот в этом животном их три, из которых одно, по-моему, в ноге. А вот здесь одно уже не в ноге, а все остальное это все исключительно. Весь рост идет окуханием. Поэтому любые такие прямые гомологии роста, длиннение, осей, они вторичны. То есть это все кажущееся. И именно потому, что мы не очень знаем о том, как калавратка вообще развивается. Вот. Ну и, собственно говоря, следствием этого является то, что нога это на самом деле никакая не нога, даже не часть, не конец тела, это складка, аппелиальная складка. Она ее растет, как аппелиальная складка. В которую уходят нейроны и мышцы, часть их. Причем в довольно странном порядке. Но об этом тоже проще. Коже. Если сравнивать калавратку не только с локтрахозоями, а с, например, к дизозоями, то там находится довольно много интересных параллелей. Вот Кое его название произошло от названия перьер, потому что оно имеет такую интересную экспрессию, похожую на ожерелье локтрахозофилы. Но такая экспрессия, она характерна, не характерна для локтрахозофилы. Оно экспрессируется, но в разбросанных клетках и никогда не формирует ни у кого из тех четырех исследованных, где смотрели экспрессию по калавратке локтрахозоидных животных. А вот у калавратки это вполне себе ничего, колье, ожерелье. Вот оно тут на дорзальной стороне, оно вот так окружает, здесь в серединке как раз находится опекальный орган, тут у нее рот. И если ее развернуть, то вполне находится гомология тела, но только оно очень и очень опять же странно, потому что антеропостоверные дорзавентральные оси, они прямо надо сказать узнаются с трудом на взгляд. Ну и все бы еще ничего, но вот стадия вот эта вот, это последняя стадия, на которой можно проводить прямые морфологические параллели и сравнение с фахофорой, с фахофором животным, да и вообще с каким-нибудь путь дофторальной синтезиологией. Потому что после этого у нее начинаются очень-очень странные параблизования. У нее начинается разрастание спины, вот вы можете видеть, как клетки из весьма ограниченной спиной зоны приходят на вентральную сторону, и, собственно говоря, вся лорика практически, она образованная этими клетками. Клетки вот этой дорзальной зоны, они экспрессируют сок с биоаном. Одновременно, то есть, и нейробласты некоторые его экспрессируют, но прямо вот этот сок с биоаном видно, как он обрастает. И в конечном счете там есть его, начинают экспрессировать клетки с головы, со стороны головы короны, дают часть лорики, а большая часть это разрастание дорзальной стороны. То есть, если бы мы говорили в терминах луфтокозоев, значительная часть животного покрова это эписфера. Причем, так я не знаю, какая-то там, включая живот, вот то, что видимый живот, это живот со всех сторон он окружен, вот такими этими самыми эписферными фактически производными. Ну, либо у этого животного нет или еще не было, на тот момент, когда он разделился с порядком луфтокозоевых, у него их там эписфера и гипосфера. Вот. Ну, собственно, вот из этого, посмотрев на это, можно сделать такой вывод, что лорика имеет дорзальное происхождение, и это фактически как трупно, а очень похоже на раковину двухстворчатых моллюстов, потому что у них тоже происходит из дорзальной зоны, но она только не охватывает полностью животное, оно его с двух сторон обходит, а здесь оно полностью обрастает и срастается на жеватье. Вот. Само по себе животное, оно получается согнутым, то есть у него вентральная сторона уходит вперед, и уходит структуру, которая практически гомологичная вентральная структура оказывается, в короне. И со всех сторон это окружено соответственно лорикой, ну и центральные органы, они в общем-то так или иначе имеют некоторую гомологию с оригинальным планом строения, но тоже далеко не прямую. Вот. Ну, все это тоже было бы странным, если бы не знать тот простой факт, что у клавратки очень большие проблемы, например, с кастерами BMP-2.4. У всех клавраток, в чем я смотрел, то и у гилоидов нет BMP-2.4 и Хардина, и у этих самых моногононтов, и у скрепли. Ну, у скрепли совсем проблемы, там вообще нет BMP, вообще никаких легандов, вот. Но, тем и менее, тоже считается клавраткой, и этому не противоречит. У них отвалилась стандартная закладка общая, там, которая между ловторхозойными животными и животными вторичными ротами. Вот, паттернинг, дорзовентральный паттерн. Ну, и как могли, так они все это компенсировали. Более того, они явно высели, они сидели на дне, вот в этой своей раковине, вот, что делали, очень непонятно, у них, вот, потому что, как бы, по плану строения очень сложно понять, был ли это даже фильтратор, или это был какой-то прогрызатель с челюстями, потому что в последнем месте они уже тогда были. Ну, и, собственно говоря, одним из следствий развала дорзовентральной оси, это известно, является развал медиалатерального паттерна. Мы его вполне здесь в полной мере наблюдаем, потому что медиалатеральный паттерн, вот он может здесь видеть, это то, как размечается сектодерма от центра к бокам тела, для того, чтобы сделать разные типы нейронов в разных местах. У Калавратки, у нее есть следы медиалатерального паттерна, я бы сказал так, у нее есть кольцо из ПАКС-6, ну, а кольца вообще такие характерны для других животных, у которых возникли проблемы в этой жизни с дорзовентральным паттернгом, полностью развалился дорзовентральной полярностью и медиалатеральным паттернгом, например, химихарбаты, в полной мере. и здесь эти пошли еще дальше, то есть у них есть кольцо вот этот ПАКС-6, которое гомологично там латеральной зоне нейронов, паттернгом, вот, вот, MSX, например, формирует полукольцо, вот, но, например, медиальная вся часть паттернга выпала напрочь. Я бы никогда в жизни про это не узнал, если бы не случайность, которой я выбирал гены, которые смотреть на экспрессе. Один из генов, который я выбрал, совершенно по другим соображениям, был вот такой вот ген DTS-3, который участвует в дифференцировке нейронов, у дрозофилы известного, есть несколько гомологов умлекопитающих. Я его брал, поскольку это, опять же, трансляционный фактор низкого уровня, и он участвует в экспрессе непосредственно нейромедиатора, комплекса его чувствительности, ну, и прочих таких вещей. А у Калавратки оказалось, что он экспрессирован как раз-таки в этой самой медиальной зоне, точнёхонько. Вот, например, тут кольцо от PAX-6, там ещё кольца есть рядом, а вот тут вот этот вот самый участок экспрессии на вентральной стороне, если это можно назвать транка, да, под артом, вот этого самого ETS. И более того, очень хорошо видно, как он расползается, что там в переднюю его часть вползает, вот этот, даже ещё, начиная с арта и заканчивая там потом вот это приоральное, когда полость, большая часть его уходит туда. Как оно расползается там, часть, задняя часть вот этой зоны его экспрессии, она формирует нейроны в ноге и в основании ноги. Вот. Ну, то есть, это явно такой вот нейральный маркер, а паттернинг в нём я нашёл потом, медиалатеральный, потому что вместо того, чтобы сначала сделать как бы разметку, а потом пойти дифференцироваться во что-то, да, у этого животного сначала происходит миграция, расползание, а потом потомки этих клеток, они экспрессируют вот артолог НК-2-2. Вот можно их тут видеть. В ноге есть, в астаксе есть. То есть, это действительно потомки медиальной рептодермы, которые вот, у которых фактически паттернговый момент выпал в развитии. Кроме того, он же маркирует очень интересное происхождение очень интересных других клеток. Например, вот на дарзальной стороне из головы ползает такая вот группа клеток и формируется там их три или четыре. Их очень легко найти. Это клетки, которые, соответственно, соборствуют положительные три клетки, которые сидят в желудке. Ну и да, получается, что у нас фактически медиальная нейректодерма, передняя часть, ушла в мастекс, в астаксальный ганглии, а задняя вообще в ногу. Они вот между собой напрямую вообще никак не связаны. Ну и это вот наглядно демонстрирует то, что произошло с этим животным. То есть, его центральная нервная цепочка у него рассталась над частью. Даже, если это не цепочка уже была, а там, я не знаю, один ганглий, он расползся просто на части в разные стороны. И у него задняя часть тела с передней, вот так как у всех животных, как, я не знаю, там, у тех же самых позвоночных с спинным мозгом никак не связано. Оно разбито на отдельные грудки ганглии. Вот. Ну и вот, соответственно, вот это получается, что вот это вот, вот это вот происходит из попы, да, оно находится в животном, во взрослом, антериорнее вот это вот в мастексе, вот этот мастексальный гангли, чем вот эти вот клетки, которые головного происхождения, из головной закладки дарзали. Вот. Ну, соответственно, это очень показательная вещь. Кроме того, в формировании мастекса там участвует не только вот этот вот кусок нейробластов из медиальной нейрктодермы ранка, а, например, нейробласты из дарзальной закладки головной, которые экспрессируют такая цикют. Они вот такой вот с довольной пачкой сползаются, и таким образом мастексальный гангли на самом деле это гангли смешанного происхождения, то есть это не гангли вентральной цепочке, но это и не головного происхождения гангли, это гангли из двух частей, которые слились совершенно незначимым образом. Кроме того, эти же клетки они экспрессируют, а также клетки, которые ползают в формируют околоротовые гангли, тоже окейцкют положительные, они экспрессируют по У4, и очень легко найти, чему они гомологичны. Гомологичны они стоматогастрической нервной системы у их дизозоев, например, дрозофилы, потому что это классика совершенно, окейцкют, и по У4 это вот дифференцировка, и в первую очередь нарушение вызывает этих генов нарушение самозаметно в стоматогастрической нервной системе. Это, опять же, признак ближе к дизозоям, чем к лоскархозоям. Вообще, сам по себе мастекс очень хорошо закладку видно в экспрессии EvenSkiped, потому что там такие вот есть четыре большие клетки, которые потом в которых образуются вот трофи этого самого мастекса. Ну и вот их видно, как они вползают вполне себе ничего через вот этот самый вот ротовое отверстие, которое, ну, к этому моменту уже не совсем ротовое, а, в общем-то, рот ушел глубже. Вот. И формируют там вот этот вот самый мастекс. Более того, если посмотреть на самцов, которых в Калавратках не имеет этого самого мастекса, то там видно, что клетки туда сползают, их часть, но они не экспрессируют, начинают очень поздно только экспрессировать EvenSkiped по стадиям, да, и в итоге у них не образуется мастексального ганглия, а у них образуется вот это вот V-образное сползание с дарзальной стороны мастекс, мастексального ганглия путешественников происхождения головного, у них в ноге образуется такая O-образная структура, это оползание собственно говоря пищеварительной трубки в формирование ганглия иннервирующего пениса. И самое забавное, что вот я это конечно не могу 100% подтверждать, но по сей иннервации мастекса либо пениса имеют как менее отчасти одну и те же клетки фактически происхождения, потому что находится этот самый вот пенис как раз таки на вентральной стороне, на том месте, откуда эта медиалатеральная дерма выползает. Ну там есть еще много всяких веселостей, которые показывают, что это животное, их происхождение не столь очевидно. Например, вот есть у калавраток два паралога NK22 и второй паралог он экспрессирован в антериорной эндодерме. Но дело в том, что у ловтрахозоев, насколько я знаю, может быть, кто-то знает, можно заправить, такого я не нашел. Экспрессии артологов NK22 в антериорной эндодерме. Но аналоги есть, во-первых, у вторичной ротых, у которых есть NK26, который как раз таки фарингеальную экспрессию имеет, как раз та самая эндодерма передняя. Вот. И он очень важен для вторичной ротых. Это жабры, дифференцировка жабр. А у Сельганса, хотя это не полная аналогия, потому что он экспрессирован в мезодермальных клетках, клетках мышц фарингса и некоторых нейронах, но тем не менее тоже в фарингсе есть. Вот. Что это такое? По всей видимости, это остатки древней функции. Но у Сельганса нету паттернга, у него это единственная, одна из немногих, функций NK22. А вот. У клаврадки все-таки какие-то остатки меньше, менее он редуцировался. Ну, например, нейрогенин. Нейрогенин у клаврадки, он совершенно не похож на Лов Трехозоев. Потому что он экспрессируется всего, я не знаю, десятки примерно клеток, три из них в голове с каждой стороны, то есть шесть, и там четыре клетки в ноге. Он экспрессирует в ноге с Ахэкстюд, то есть он по всей димости участвует в дифференцировке по классике вместе с другим человеческим фактором. Ахэкстюд, вот. Юроди он вообще не похож по экспрессии, по экспрессионному паттерну на Лов Трехозоев. Потому что Лов Трехозоев, ну, прежде всего, полихет, он экспрессирован, во-первых, очень рано в практически сейвентальном эрбикодерме, ну и вообще он коэкспрессирован с нейрогенинами, с теми же самыми, и работает он с ними в связанном образом. Здесь нет, он не, он экспрессирован в совершенно других клетках, это группа из трех клеток с каждой стороны, здесь вот, и она она потом оказывается в короне как сенсорная клетка. Вот, это то, что касается всельческого паттернга ранних этапов развития, ну, а вот все позднее нейральное развитие клавровки, его можно разложить на такие вот четыре стадии. Потому что начинается оно крайне поздно, вот в той схемке, которую я показывал с делениями клеток, это буквально две последние самые правые стадии, седьмая и восьмая. И вот после них начинается нефенсировка нейронов. То есть вот возникают все трансмиттеры буквально один за другим очень-очень быстро. Если на схемку все настигнет, будет выглядеть вот так. То есть это вот животное, у которого уже поделилось практически все, у него уже все есть, но потом он его берет, включается и дифференцируется. И, собственно говоря, возник вопрос, а как же, что же такое их включает? Ну вот сначала мы пионерных нейронов нашли, потом начав работать с фактором кольер, вот с Кои, с геном Кои, оказалось, что он маркирует помимо прочих клеток вот такие вот вот эти вот клетки, кемосенсорные клетки в нейрокаде, в этом станке. Именно вот эти вот латеральную антенну и каудальную антенну. И вот здесь вы можете видеть экспрессию чат, который, в общем-то, ну, тоже в экспрессии нейротрансмиттера маркирует начало. И тут вот буквально два очень близких зародыша. Но у этого еще вот тросточек, вот он удлинился, вот этот вот нейрон, он это еще, у него, причем он не растет, отросток, он сначала удлиняется. Это такое бревно, которое я бы, если бы я не видел бы маркеры в нем, экспрессирующиеся, вроде там, синаптогмина, вот, Кои, я бы ни в жизни подумал, что это нейрон. Он удлиняется, потом, приближаясь к мозгу, дает отросток, и когда этот отросток достигает мозга, клетки начинают массово включать вот чат. А после этого туда происходит массовая ингрессия, например, клеток, вот, айлет положительных, ну, некоторых других. Вот. То есть, в этом плане это действительно очень похоже на пионерные нейроны. Ну, более того, это, собственно говоря, единственная связь между той самой попой и той самой головой, потому что с мастексом, с мастексальным ганглям связь через головной мозг. Поэтому все нейроны постериорные, а, ну, мастекс не соединен с кишечником. Там нету никаких явных нервных отростков между мастексальным ганглям и желудком, точнее, даже не кишечником. Поэтому они не формируют единую гастрическую нервную систему, как, например, там, вот в прошлом году написал Хиноль в своей статье про взрослую нервную систему клавула. Как это они увидели, я не знаю, но вот никак. Так вот, эти клетки, они, собственно говоря, сидят, начинают расти и, в общем-то, по ним, вот буквально вот три клеточки с каждой стороны, они формируют вот эти вот латеральные структуры. Но это никаким образом не гомолог вентральной нервной цепочки. Это периферические нейроны. И это такой эволюционный обход. Обход, вот, собственно говоря, развалившейся вентральной нервной цепочке. И это, разумеется, опять же, вот очень похоже на даже пионерные нейроны не полихет, а пионерные нейроны моллюсков. Ну и кроме того, эти нейроны, они выступают как субстрат для перемещения нейронов, потому что вот здесь можно видеть, вот, как на них выходят, вот тут вот прорисовано, ну, тут вот видно, один из них, их там два, которых я увидел, может, их и больше, но я увидел два, да, вот, с каждой стороны два нейрона, один экспрессирует evenskipt положительный и кое положительный, а другой пакт 6 и кое положительный и, а, который evenskipt, он еще и айлет положительный, вот, и оно проползает в голову и там сидят, но это же не просто нейроны, вообще-то говоря, это целый класс нейронов, ну, всех других животных, это вот evenskipt положительные интернейроны, которые сидят там на плотинерисе, ближайшие, вот в втором там сегменте на шести дня на плотинерисе, вот они, а у калавратки они мигрируют все в количестве тех двух штук, практически в церебральной гангрии, точнее, находятся снаружи, но тем не менее, но гомологию это никак не отменяет, вот, пакт 6, кое положительных нейронов больше, их так легко не идентифицируешь, ну, на них тоже есть вполне себе ничего аналоги, гомологи прямые, то есть это, 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 по всей видимости, мотонейроны, зачем они так делают, почему они уходят в голову, не знаю, ну, у меня есть, конечно, положение, поскольку там иннервации мышц, все очень сложно, при таком разнесении нервной системы, отсутствии практически в теле, в центральной части тела никакой каких отростков, прорастающих просто отсутствия иннервации, но тем не менее, вот, ну, и, похоже, нейроны легко найти там у дрозофилы, у плотинериса, вот, есть работа по кое, где их там все аккуратненько перечисляют, и у плотинериса, по всей видимости, я вот не делал еще олик, но у этих животных есть олик и атомал, и человеческие факторы, вот, либо один, либо другой, скорее всего, будут экспрессированы в этих самых вот пионерных, как бы нейронах, я думаю, что по происхождению они на самом краю находятся, собственно говоря, нейректодермы. Ну, и очень забавно, что можно увидеть вот эти уползающие нейроны у Фрёбиуса в статье по Хоксвекси, Хоксов и Клаврат, где он совершенно не разобрался в стадиях, у него там просто полный месс, месс там, нету просто, напросто, стейджинга никакого, и он реально не увидел ранних стадий, не смог их отличить никак, потому что он там нарисует, вот, но тем не менее, вот они берут и уползают, вот их очень хорошо видно, и таким образом Хокс-2 оказывается в голове, ну, да, но при этом это нейроны, вполне себе ничего, никак это ничему не противоречит. Вообще, там помимо медиалтерального паттерна, там полностью развалился антерпостериорный паттерн, разумеется, и все Хоксы имеют чисто дифференцировочную функцию, причем я сильно подозреваю, что если оттречить клетки, которые будут экспрессировать Хоксы назад, то они, может быть, даже вполне себе ничего каллинеарно не расположены, но клетки каллинеарно расположены, а не Хоксы каллинеарно экспрессированы. Но это мои предположения, их надо, конечно, проверять, пока стройки не дошли. Ну вот, а пионерные нейроны. Вот, если посмотреть с точки зрения каллинаарно-моллюска, то можно очень резонно предположить, опять же, вот хемосенсорные нейроны, которые отползают там на периферию, просто отростками, потом на них выползают какие-то клетки, там, или целая группа клеток из вентральной закладки, располагаются на них, ну и вот мы имеем, ну, как бы, это не прямая гомология развития каллинаарно-молуна, развития моллюсков в нервной системе и развития каллинаарно-молуна. Но аналогия имеет место быть, скорее всего. То есть, один и тот же механизм был по схожим образом трактован животных, которые эволюционировали в определенных аспектах схожим образом. У них разваливался центральная нервная система, они стали сидячими, у них появилась защитная структура, и вот они для переформатирования своего тела в эволюции сформулировали, сделали такой механизм, по которому можно расползти вентральную нервную цепочку на несколько частей, которые будут совершенно дистантны. А функция центральной нервной системы, вот интегрирующая вентральную нервную цепочку, будет, перейдет просто-напросто на периферические нейроны. Вот, пионерные нейроны. Ну, я не уверен стопроцентно, что это аналогия, потому что, ну, потому что видно, как экспрессируется в кое, кое там экспрессирован и в мезодермальных клетках тоже, и он экспрессирован и в разных типах нейронов тоже далеко не только в мото-нейронах, в этих хемосенсорных нейронах, поскольку это не паттерн-неглоген. Вот, но тем не менее, я так очень подозреваю, что это действительно пионерные нейроны, механизм пионерных нейронов, как видимо, возникший где-то там в основании еще задолго до возникновения там групп основных в галатерии. Вот. Ну, собственно говоря, помимо того, что мы увидели вот эти вот нейроны похоже на нейроны, в кое можно увидеть другие очень интересные вещи, а именно поскольку, опять же, стадийность у меня довольно дробная, я ее научился хорошо различать, ну, это все в трехмерном пространстве совершенно, можно спокойно совершенно прокликать нейроны, которых там во всей ноге во взрослой, 40 штук, вот, и построить схемку того, как, собственно говоря, закладываются, как эти нейроны, как нейробласты перемещаются тем, как стать нейронами. И сейчас они очень интересные, потому что, как я говорил, роста у кладки лонгитудного, продольного роста нет. Вот нога, собственно говоря, это не просто складка на конце тела, это складка на середине тела практически. Ну, и, соответственно, вот как нейробласты в закладке имеют от арта антеропастериорно, будем назвать это здесь антеропастериорно, распределяются, так они находятся в ноге. То есть, что это означает? Это означает, что антериорно расположенные нейробласты становятся антериорными нейронами. То есть, нога, она не отрастает, если она отрастала, то там пастериорные клетки, они бы и были бы пастериорны, они бы оказывались пастериорны. А здесь нет, здесь на конце фактически ноги оказываются клетки, которые происходят с более передней зоны. То есть это вот такая вот складка, которая вот так вот просто отваливается вперед на вентральной стороне. И туда этот мешок ушли нейроны, кусок вентральной нервной цепочки. И выглядит это все как тело. Хотя телом это, опять же, в полной мере не является. Это складка, как, я не знаю, как какого-нибудь суккулины у какого-нибудь тела. Примерно такое же. А уже полностью это, полностью аналогия. То есть вот как оно сформировалось. Это видно не только в этих кое-положительных нейронах. Вот, например, это ИТС-3. И видно, что вот нейрончики, нейробластики. Вот они выстроились здесь, здесь в рядок. Они там находятся, по-моему, в серединке два. С каждой стороны два, три, четыре. Четыре там нейроны. Вот. Или даже нет. Четыре с каждой стороны. Вот. Они в линии находятся. Которые вот подходят вот к краю, там, между ртом. Вот такой природовой полостью и ногой закладывающейся. А после этого они вот так вот делают просто в стороны расходятся. И вот если мы посмотрим, то мы, соответственно, видим, что они будут находиться, вот центральные нейроны, они находятся в конце ноги самой. А вот соседи ихние буквально, они одни там в основании ноги, а другие вообще-то как-то с тела уползают. Вот. Ну, это тоже вот, собственно говоря, показывает то, что это, ну, никакая-то, нету никакого роста. Это просто-напросто складка тела. Рост опухания. Это вот основное эволюционное достижение клавратора. Ну, и некоторые экспериментальные вещи, которые у меня получилось сделать на клавраторе. Поскольку, опять же, оболочка непроницаема. Сделать что-либо на них хоть сложно. Полоть их, они не развиваются, когда ее прокалываешь. Регенерации животных нет. И у Телия, вот, им проще умереть и сделать новую клаврадку, чем выжить. Ну, соответственно, если взять там культуру и вещество насыпать прямо к самкам, которые внутри у них растет это яйцо, когда до того, как оболочка становилась, то оно туда подникает. Вот, собственно, вот эти вот картиночки, вот эти вот, я так и делаю, и лайфимджинги. Просто-напросто насыпаю флоридин, две цитаты в культуру, там их инкубирую какое-то время, после этого выделяю яйца, и там нахожу вполне себе ничего ярких животных. Вот. Но точно так же можно и вещества вводить. Ну, соответственно, смешать вместе с FDM, насыпать, и дальше раскидать полученные яйца по яркости. И, соответственно, я попробовал таким образом сделать эксперимент с Азакен-Паулоном, с блокатором Gsk3beta, который миницирует оверактивацию ВНТ-СВ и с ретиновой кислотой. Оказалось, что в Азакен-Паулоне все прекрасно. То есть там есть экзогастролы, во-первых, во-вторых, там есть прекрасные мальформации животных без ноги или с нарушениями ноги. Все очень характерно у них. Тогда как в ретиновой кислоте, не вижу я никаких нарушений особенных, они все выглядят нормальными. Нормальными. Но только. Вот эти вот животных, их таких стадий, здесь быть никак не может. Потому что вот в норме они вот примерно такие. То есть, грубо говоря, в животных морфогенетического никакого эффекта не видно, в ретиновой кислоте. Зато есть замедление развития. Действие есть, но оно не классическое. Если взять все это в циферки, перевести, то, соответственно, будет видно, что вот азакен по улоне тут с мальформацией шептут буйным ростом. Ну, там в высоких концентрациях начинаются проблемы с развитием, там начинают исчезать поздние стадии, все замедляются. А в ретиновой кислоте тут просто, тут со страшной силой, просто рубят просто, смотрите, замедляются и встают. Более того, это видно даже на ацитах, то есть развитие ацитов в генезе, потому что просто число яиц у самок, там в пяти микромалях у самок уже нет яиц. То есть, что можно сказать? Можно сказать ровно следующее. А, ну, соответственно, кроме того, что я посмотрел на них под... просто на их ворфологию, я, разумеется, засунул их в HCR, со страшной силой матерясь, потому что дихорализовать вручную эти мелкие яйца, когда они находятся в ПФА, чтобы там все не посыпалось, все это, конечно, то еще занятие, но ничего. Ну, соответственно, вот если взять животных после ретинговой кислоты, то никакой разницы особой между там ярким животным во флуористине и бледным животным не будет. То есть, если оно там развилось до этой стадии, то оно выглядит, экспрессирует все, как положено в этой стадии. Вот так. Когда как вазакент-полугоне все по классике. То есть, во-первых, там идет расширение экспрессии 6-3, там просто, почему тело начинает быть разбросано, с х3 положительной клеткой, особенно в экзогастролах. Там формация ноги у них чуть поменьше, но тем не менее тоже. А совершенно перестает интернализоваться, практически перестает интернализоваться как с 6 положительной клетки. Хотя вот у Тереса, там все пишут, что у них большее количество, но у меня есть подозрение, что никто просто сильно в это не влазил. И это действительно не больше, это просто клетки, которые распластаны и остаются на поверхности. Поэтому они и кажутся, что их больше. Вот зона, грубо говоря, у PAX-6 положительной экспрессии, она увеличивается. Более того, полностью, или частично полностью пропадает экспрессия коя в ноге. То есть вот все эти вот остатки транка, их просто нет. У этих животных нет мастекса и мастексальные интернализоваться как таковой. То есть там вообще просто он не формируется. Вот. Но при этом, если посмотреть там не самых мальформированных животных, которые все время там доразвивались до какой-то стадии, в какой-то там и можно повести аналогию, то там тоже видны очень интересные классические вещи. А именно, тут все нейроны, вот все эти вот нейробласты, которые дают кое положительные нейроны, кое положительные нейробласты, они остаются на месте. Они никуда не перестраиваются, они сидят, хотя вот по своей стадии они же должны там входить в эту растущую ногу. У них, у этих животных апекальный орган начинает разваливаться, то есть он становится нечетким. Вот там такая четкая структура, когда устраиваются кое положительные клетки. Здесь их такой структуры нет. Опять же, вот частично, по крайней мере, ПАКС-6 клетки и в голове, на геопе еще более видно, не интернализуются. Они не входят, эти нейробласты с поверхности, ПАКС-6 положительные, они сидят, и вот они вот просто на поверхности формируют такие пятна. эти клетки. Таким образом, в общем-то, из этого можно сделать вывод, что по следующей видимости ретиновая кислота работает в значительной степени у нее эффекты на развитие нервной системы связаны с ее завязывностью на BMP24 по-своей. В данном случае в ретиновой кислоты есть ретиновый сигналинг, но ретиновый сигналинг, там рецептор есть, но он явно работает по-другому. Есть влияние его на деление клеток, но поскольку деление клеток не оказывает такого большого влияния на морфогенез, то морфогенетического эффекта практически нет. То есть, это просто вот такая вот странная вещь. Вот тот же время, как VNT по-своей, он активно участвует в образовании осей. Ну, собственно говоря, в заключение, могу сказать, что у коловраток, конечно, все очень сильно, понимая, такое оригамио, у кого оно не напоминает в развитии, но тут просто. Тут для животных в тысячу клеток происходят настолько круциальные перестройки, что понятно, что это произошло у их клетка, который был многоклеточным, который, конечно, в эволюции много чего интересного претерпел. И, с другой стороны, аналогии, гомологии различных частей при более близком рассмотрении становятся вполне очевидны. Их стоит искать, потому что это целая огромная группа, которой, я думаю, что большой вопрос, действительно ли она находится за и где за зоми, между и где за ими и лотерхозоми. Возможно, она и более базально ответвилась, и в этом, конечно же, надо разбираться. Большое спасибо. Все, спасибо, Женя. Теперь у нас хотелось бы услышать вопросы какие-нибудь или соображения тех коллег, кто у нас знаком со всякими генетическими механизмами, кто у нас особенно из Питера, кто знает всякие перемещения, вот эти смены. Можно начать с общих вопросов? Да, конечно. Вот, Женя, спасибо большое. Очень насыщен у вас доклад. Я вижу, что вы с восторгом большим рассказываете. А объем очень большой того, что вы сделали, поэтому, может быть, какие-то аспекты остались мною неулобленными. И к тому же, что касается журавлей, японских вообще ничего не понял, потому что у меня был сбой со звуком. Но не важно. Важно, наверное, ближе к науке. Вот, что касается Моногамон, с которыми вы работали, и действительно есть проблема, связанная с описанием развития на Аспланкне, на который вы ссылаетесь. Было несколько работ, и в частности Нахвы, самый там известный. Он сделал описание, которое в последующем противоречило всем известным данным, но есть некоторые объяснения. Разница связана с тем, что, скажем, бит, с которым он работал, имеет редуцированный кишечник, и, соответственно, процессы формирования кишечника, и даже гаструляции, там могут быть несколько отличными. Но в целом, все-таки, описывается для этих животных гаструляция, как эпиболия, вхождение D-квадранта большого крупного гластромера внутрь, за счет которого, в частности, формируется и кишечник. Вот вы работали, я так понял, на мектических самках, да? Да, я и на самцах тоже работаю. Ну, я видел, что самцы были, они, кстати, такого же размера, я так понимаю. Нет, они сильно меньше. Просто вы так их масштабизировали, что они оказались одинаковы у вас. Ну, это я так поставил. Там у меня на первой картинке в реальном масштабе был в начале изображения самца и самки. Хорошо, а с латентными яйцами вы работали или не получается? Ну, с латентными яйцами, как вы понимаете, работать, это такое занятие. Это вот только Эстер Липджитц, которая из Израиля, которая смогла сделать протеом, транскриптом и еще и метаболом латентных яиц. Но там, собственно говоря, не очень понятно, как с ними работать, потому что ну, само по себе яйцо, оно не в состоянии развития. там сидит, та самая зигота. Да, это понятно, но зато она крупнее, если научиться, так сказать, его... они не крупнее. Они отличаются цветом, их очень хорошо видно, но крупнее, они совершенно не крупнее. это точно. Ну, хорошо. То есть, самки у вас всегда были амептические, а амептические самок вы не использовали в работе. То есть, у вас всегда... Ну, только если случайно они туда залетали, поэтому я не могу... Я работаю с единичными яйцами. Там дело в том, что мой стандартный способ дихоренизации их, когда вот тут, чтобы получить большое количество дихоренизованных лиц, это просто, наоборот, цинникация, причем в формолине, когда они в форме находятся. Иначе, это, конечно, это очень большая задача. Вручную одно яйцо я не могу дихоренизовать. Даже чтобы там несколько десятков яиц, это довольно такая нетривиальная задача, которая там убиваешься просто. Ну, хорошо. С точки зрения вот описания гаструляции, я вот не совсем просто понял. Вы придерживаетесь какой-то точки зрения ранее высказанной или вы нашли что-то новое? Не могли бы вы вот еще раз, может быть, сформулировать очень кратко буквально? Ну, прежде всего гаструляцией специально, вот целенаправленно я не занимался. Потому что у меня вообще изначально моя задача стояла как поиск нейродегенерации у коловраток. Да, понятно. Какая-то у потомков старых матерей. Но поскольку это полночь пуха, вот, я как мог перевел занятия с коловратками в научную плоскость. Вот. Ну, я, конечно же, считаю, что там все-все-все очень просто. Там то, как описал вот Энн Ройтер по классике, там, как вы сказали, действительно, в Бали. Вот то, что вот Лехнера, концепция, например, Владимир Васильевич Валахов придерживается, он ее вот, когда я в декабре в прошлом выступал, он ее транслировал. Вот. Я с ней, конечно, не согласен. Там все очень по классике. Ну, и, конечно же, вторичные роты, есть вторичные роты хитогнаты, у которых технически тоже они вторичные роты. У них разорваны экспрессии бракьюри там и все такое. Хорошо, спасибо, я понял. Удивительного тут нет совершенно. Теперь тогда давайте по поводу Этели у коловраток. Да, у них, не знаю, у вашего вида наверняка тоже, да, по стоянству клеточного состава. Но я видел на картинке очень хорошие методические веретена. Вообще, существуют там какие-то зоны размножения клеток? Насколько долго они существуют? И, скажем, когда вы влияли азаконом, сказывалось ли как-то нарушение винти-сигналинга на интенсивное разделение клеток? Или вы не задавались просто таким вопросом? Ну, это надо отдельный профтоэксперимент ставить. Я не делал окрашивание, потому что это, опять же, это, как бы, еще плюс надстройка. которая уменьшает количество полученных яиц в конце. Но при этом ну, собственно говоря, вообще зоны роста там нет. То есть, классической зоны роста вот там есть места, в которых делятся клетки, но они распределены так по развитию, что они не формируют вот паттерна удлинения какого-то. Это, грубо говоря, увеличение количества клеток, вот в случае с эктодермой на поверхности. И все. То есть, там нету никаких вот выростов, там нету многослойностей никаких. Все, что есть, оно, в общем-то, вот делится себе, делится. Ну, в мезодерме там все по классике. Да, мезодерма там, ну, опять же, я ее не всю вижу, потому что я специально мезодермальный маркер не смотрел. вот, вот, например, кое положительный мезодерма, там, мезобласт здоровый, он уходит вот как раз-таки в той самой зоне, где бластопор, вот их, нерод, и он там делится вот вдоль. Вот зона роста мезодермы там есть, пожалуйста. А неректодерма, то есть, не неректодерма, а эктодерма просто, она там вот в плоскости делится и все. А потом она перестраивается, вот перестроение, там, например, если на картинке, не знаю, обратили внимание, нет, но вот если смотреть дорзальную пастериорную зону, то она очень рано перестает делиться, там ничего не делится, там клетки становятся здоровыми и начинают оттуда расползаться, поделившись там когда-то в самом начале развития. Вот. И, конечно же, опять же, поскольку никакого удлинения нет, там все вот оно, линейная плоскость, плоскости линия. Ну и вот, если это можно назвать зоной роста, то это зона роста. Понятно, спасибо. Теперь по поводу дорсовентрального паттернинга. Вы, я так понял, сделали ставку на классику, а именно на то, что BMP гомологи должны экспрессироваться в этой ситуации. Но при этом, да, но при этом, как я вас понял, и вовсе отсутствует в геноме, да, BMP, или... BMP24, BMP24. Ситуация такая, BMP24 нет ни у кого из калавратов, то есть ни у скрепня, ни у дилоидов, ни у... То есть DBP гомолог у них отсутствует. Да, BMP3 есть четко, что BMP3 и Nodal есть у моногононтов. У бдилоидов у них вообще все шикарно, там у них BMP24 нету, но там есть еще два BMP258, но там, в общем, еще другие BMP там тоже есть. И там пошире разнообразие. А у скрепня у них просто вообще нет никаких BMP. Моногононтов, то есть они где-то между бдилоидами и скрепнями. При этом бдилоиды, у них очень многие гены, которых просто... Ну вот, например, там HoxOne и OTP. Не страшно, что я говорю про аптекальные органы, но у многононтов их просто нет в геноме. Ни HoxOne, ни OTP. У бдилоидов есть, причем, как и многие другие гены, в количестве четыре штуки явно рабочих. А вы не посмотрели случайно, вот вы сказали, Nodal, например, есть, то есть другие TGF-бета-факторы типа Nodal? А статья есть. Есть статья большая, где обозрели вообще все TGF-бета и в целом очень сильно редуцирован. Нет, я не про это. Я говорю про BMP, про дорсовентральный паттернинг. Известно, что у лов трахозойных животных не у всех. BMP 2.4 является основным путем формирования. Да, и мапкиназные активацию показывали важную для появления дорсовентральной оси. И некоторые TGF-бета-факторы отличные от BMP. Вот вы закидывали удочку в эту сторону. Опять же, тут вот только что Ирен Сина буквально на днях статью опубликовала на хитоптеросе, где у нее там BMP 3 как раз вместе с Nodal прекрасно эту самую полярность регулирует на хитоптеросе дорсовентральную. Ну, правда, она не смотрела на экспрессию чего бы то ни было. Она просто там фармакологию, там дорсомарсин и разные другие веселые вещества побрала. И у нее получалось, что вот добивается дорсовентральная полярность там на уровне нервной системы и дифференцировки нейронов, то есть нахождение правильных нейронов в правильном месте. Там эфомарфамид на полк красил там Буин стандартный. Ну, тем не менее. Вот. Да, вполне может быть. И это очень большой вопрос, мне очень интересно. У меня просто руки еще не дошли. Надо, конечно же, покрасить в MP3, который есть и хорошо находится с моделом. Вот. И очень может статься, что и там окажутся очень странные вещи. Ну, и там винты надо красить, которые там в большом разнообразии есть. И еще очень много генов, которые, бля, нашлись и в папочке лежат, до которых руки еще не дошли. Дело в том, что я даже сейчас рассказал, я проанализировал еще очень много чего. То есть я их просто не включил, потому что про них рассказывать уже просто мочи нет. В одной. Они все очень странные. Например, какой-нибудь Илав, он очень странный. Он не пан нейрональный. Более того, куча не нейронального Илава. Ну, правда, так бывает. Не пан нейрональный Илав и нематоды. Вот. Тоже. Ну, вот. Сок с битвома, который тоже очень странный. Классируется и в части, только нейронов. Я сейчас, вообще у меня сейчас задача, например, я никак не могу найти маркер, который хорошо бы маркировал нейректодерму. Вот сейчас вот Fox J3 у меня в работе. Там вот NeuroDin не сработал. То есть никакой этих. Вот. Sox B1 у него гораздо шире экспрессия. Попробовал, выбирайте сделать. Тоже луже экспрессия. А вот общего фактора нет. Ну, может быть, надо попробовать. Его тоже, может быть, не у Севера, а у Невы Майер был недавно тоже статья по поводу, скажем, манцестрального набора спецификаторов нейроэктодермы. Может быть, взять что-то из этих компонентов, кроме нейрогенина. Он там тоже присутствует у них. И посмотреть. Но как с вашей точки зрения в при... Вот. Клавратки все-таки это очень специализированные животные. Да, во всех отношениях. Даже наличие у них эотелии при таком небольшом количестве клеток, наличие, не знаю, как у вашего вида, но очень часто ведь существует у них и синцитий, эпителиальный, с постоянным количеством ядер, да. То есть там очень много таких осложнений, в том числе осложнений для клеточного сигналинга, например, между клетками. Вот с вашей точки зрения, что из, скажем, узлов наиболее консервативной генетической регуляторной сети для формирования тех или иных зачатков, что могло бы остаться у такого животного? Какие компоненты? Ну, во-первых, про него мейер. Тут вот буквально вчера уехала Николь Вебстер, которая в МВЛ работала, она от него мейер, она ее постдочка. Ну, и она как раз с BMP2.4 хардином работает на Капителле. Вот. Ну, и мы с ней обсуждали и показывали, она тоже почесала репу и сказала, да, говорит, ну, тут все хитро, ну, ты сделай BMP3. Вот. Так что тут, опять же говорю, тут надо работать, работать и работать. Понятно, что оси не такие, как у исходного животного. Понятно, что они закладываются не так же, что там все это очень сильные изменения. У меня первая мысль была, что там вообще нет дорозно-нейтрального паттернга. Там есть, грубо говоря, антеропостарионный паттернг и какое-то вот замещение, которое на основе винтов, я не знаю, там чего-то другого там. Потому что, ну, как бы у них и лево-правая полярность есть прекрасная, у них моногононты, у них куча совершенно асимметричных клеток, которые есть с одной стороны, а с другой. Поэтому как-то она тоже формируется. Вот. И там, я бы там скорее ожидал BMP3 и Nodal по классике при такой как бы асимметрии. Вот. Ну, по части вот вопроса, ну, тут такое дело. Тут, опять же, работать еще и работать, и вообще в целом с гнотиферами. Ну, калавратки это то, что наиболее доступно. То есть, вот есть Том Волсон, который был сначала постдоком у Ваннингера, потом постдочил у Арента, сейчас вернулся как к Аренту, как факулти у него в департменте. Вот он сейчас культуру хитогнат поставил, начинает там работать. Но при этом, конечно же, такой эффективности на каких хитогнатах, как на калавратках, достичь невозможно. Можно то, что сделать, на мой взгляд, рационально. Взять то, что есть общие ключевые моменты, находятся на калавратках, брать, переносить на хитогнат. Это вот весьма реальная работа и она, конечно же, как бы, ну вот, я думаю, что ближайшее будущее. Я это сделал, другой кто-нибудь, скорее всего, даже это сделал, потому что у меня тут нет возможности пока что никак до хитогнат добраться, хотя они тут водятся вот рядом, в километре от моего дома. Вот. Ну, соответственно, вот, будущее покажет. Но, тем не менее, калавратки, это по большому счету то, что я сделал, это первый такой задел хороший в гнатищах, потому что, ну, просто, когда я начал, я начал с того, что я не мог нормально найти просто просто нервную систему хорошую схему. Потому что я вижу там, я не стал включать, я раньше это рассказывал, потому что там есть схемы, в которых мышцы описаны как нейроны. Эта схема, она там описана, она была один раз, эти мышцы в Мастоксе, как нейроны, еще там в конце 19-го, начале 20-го века. Их до сих пор там Ворса три года назад прекрасно перерисовала там через Диего Фонтанетто. И оно там у нее, она уже обсуждает, сравнивая там, по-моему, с микрогонтазами, что это вот стволы, понимаете, а это вообще не то, что стволы, это не нейроны. Ну вот я с этого начал, и дальше я понял, что как бы я не могу прочитать просто-напросто ни про нормальную морфологию развития, потому что даже Тан Рейтер, он там ногу путает с тем, что входит, вот загибается там такой кусок вот эктодермы, уходит в вот эту приоральную вот эту полость. А у него там это как закладка ноги. Лорика как закладка, никто не описывал вообще, то есть читаешь, люди просто-напросто этого никогда не видели особенно. Вот. Вот это все лайф-имиджинги, потому что я по большому счету первый, кто увидел, как клавратка развивается, ну, более-менее в деталях, потому что, как оказалось, люди просто-напросто, вот животные, которые в каждой луже, этот микроскоп совали не особо эффективно многие-многие годы. спасибо. Ну, я тогда уступлю место другим, пусть поспрашивают вас. Спасибо большое за вопросы и уточнения. Да-да. Спасибо. Спасибо, Женя. У меня к тебе есть вопрос. Да, если нет конкурентов в плане задавания вопросов, может быть, я могу продолжить. Да? Да. Хорошо. Женя, вот, скажи, пожалуйста, чем вообще кончилась история с трансгенезом у клавратки? Так никто не может это делать, да? Ничем не кончилось. Там, вот эта девочка англичан, которая у нас работала, она, конечно, хорошая девочка, много чего делала, но делала она не очень это вдумчиво. Поэтому оно все кончилось тем, что она сделала только, отработала за год возможность инъекции метод в попу. Ведь они в полочке. На этом все кончилось. Вот. Я, конечно, как это, если бы у меня до этого дошли руки, я думаю, что можно было там творчески подойти к вопросу и их подковырнуть. Но, опять же, это надо не тупо вот штурмовать вот именно вот так вот через попу, да. Поэтому пока что никакого трансгенеза нет. Спасибо. Ну, есть ли у кого-нибудь еще вопросы? Ругань? Да, у меня есть ругань. Вот, нет, у меня есть вопрос. Женя, но ты долго рассказывал очень много всего про калавратку, как бы, да, там, показывал массу картинок. на самом деле очень сильно перегрузил сенсорные каналы, даже несмотря на всю великолепную красоту, очень порадовало. Ну, вот, допустим, как бы, вот как бы ты в двух словах описал, да, о чем будет вот эта вот там статья, вот эта вот работа, какое открытие вообще ты видишь, как самое главное в данном случае? Ну, я думаю, что было для тебя самым интересным вот в этом деле? Что ты нам можешь протранслировать? Я думаю то, что это, собственно говоря, что гнатиферы это не лафатахазои и не спирали. Очень ёмко. Спасибо. А вот, вот, еще вот, Роман, то, что случилось, я это забыл, я хотел это ответить, да. Вот. Собственно говоря, в случае с калавратками, ну, так, ну, ладно, потом, если вспомню, отвечу. Да, Гоша, извини. Что, ты ответил на мой вопрос, спасибо. Не, ну, тут как бы, вот, потому что, фактически, что мы имеем? То есть, мы имеем такое животное, которое имеет, оно является смесью вот двух таких больших групп. И это довольно уникальная вещь. То есть, понятное дело, что калавратка, это, ну, очень эутелия там специализированная, но это, ладно, отличие меня совершенно не удивляет в этих жертвах. Меня удивляют сходства. И вот те сходства, которые, несмотря ни на что, находятся. Вот. Это вот, да, это очень интересно. А, да, вот что я хотел сказать, Роман ответил. Собственно говоря, вот общая там, есть такой общий такой тренд. У калавраток, у них большинство вот факторов трансляционных низкого уровня, они довольно консервативны. Вот. То есть, они не просто консервативны, они выдвигаются часто на более ранние стадии, совершенно спокойно. Вот. Они предшествуют фактически тем факторам, под которых они должны включаться. То есть, там явно произошел довольно сильный сдвиг по части вот регуляторных сетей генных. Но, тем не менее, что самое удивительное, наибольшее сходство со всеми остальными протостоями, с животными находится в типах нейронов. Типы нейроны там просто железные. Там вот совершенно во всех этих комбинациях я не стал в это углубляться, но поскольку я переделал очень большое количество комбинаций разных генов, больше даже, чем те, кто я рассказал, то у меня там, я не знаю, там десяток типов нейронов я могу четко выделить. Я их все могу легко найти в атласе Ваннингера, то есть Ваннингера Арента, в атласе Платенериса шестидневного, там, колокализации покрутив в Эмарисе, там, дрозофили по эскафе, это все находится. То есть животное очень сильно изменило раннее развитие, раннее развитие, поляризация, там, много чего изменилось. Но, в конечном счете, в эволюции, если у тебя нервная система, ты ее все-таки не потерял, то она остается примерно те же самые. То есть, вот, оно просто отлито в бетоне. Даже у такого странного, совершенно маргинального животного, как лавратка, у него осталось всего, там, 320 нейронов на все тело, оно, тем не менее, вполне четко сохраняет их типы, хотя оно не сохранило паттернинг, их путь, их происхождение, как оно там, вот, регулируется, их закладка, там, много чего. Но, в конечном счете, оно, вот, приходит к тому же самому. Это, вот, совершенно никаких сомнений, то, что это протостомия у меня нет. Там, типа нейронов протостомия в этом животном, пачками. Хотя, там, можно какие-то аналогии, там, вторичная рота, где, там, приводить, там, Милана, вот, кулакова. Она вот, у нее все-все предлагала, вот, чтобы выдвинуть их еще раньше. Ну, нет, я не согласен. Потому что, опять же, ну, нейрональные типы, от них никуда не уйдешь. К ним все сваливается. Вот. Женя, а куда двигается будущее лавроткологии? Двигается. Неизвестно, оно куда двигается. Я надеюсь, что к статье. Это хороший ответ. Да, это прям уже даже не ожидал, что говоря. Хотя бы к одной сначала. Ну, хорошо, ну, а в целом-то, в целом вообще, вот, почему мир должен к лавратку полюбить? Объясни нам. Мир должен к лавратку полюбить, потому что, потому что некого практически больше любить в своей дигнатифер. Потому что это четвертая клада. Это просто четвертая, вот, огромнейшая клада, в которой у нас просто нету другой возможности взглянуть на эволюцию, вот, базу эволюции билотерии. А мы ее упустили до настоящего момента. А вот, скажи-ка мне, вот, человек, поковырявшийся во всех этих механизмах развития, все-таки к лавратки, они, конечно, обладают каким-то разнообразием, да? У них дикое разнообразие. Там однообразие, вот, скажи, насколько они однообразны, разнообразны, по-своему ощущению, в плане механизмов развития? На самом деле, вот, даже разнообразие, там с планки, да, у нее нету ануса, ну, ее вполне понятно, почему ануса нету, потому что, тут опять же, открывается очень понятно, как исчезает вообще анус, вот, в данном случае, потому что анус у, этого самого, у моногононта, ну, моногононта, у дэотбрахионуса, он открывается вторично, то есть, это там он зарастает за ногу, и там видно, как клеточка уже на очковице стоит, уползает, пробка внутрь, открывается, и открывается анус, вот, ну, и при таком, в такой закладке анус, который совершенно, но оно анатомически не имеет никакого отношения к исходным, к исходным, там, гластопор и так дальше, там, оно вторично попое, скорее, чем вторично ротое, ну, там у аспланца как бы не прорасти, очень легко в таких условиях, там, когда градиент какой-нибудь там сбивается, и все, вот, потому что вот у этих вот безногих животных, у них ануса нет, у них не открывается, хотя они до этой стадии проходят, развиваются, они становятся аспланкные, то есть, я бы вот предположил, что аспланкные, это такой вот какой-то мутант из коллавраток, вот. Ну, вот можно я немножко скажу, поскольку Женя рассказывал, ну, опять же, пионерные нейроны, да, вот Лена сказала, пионерные, это меня совершенно, то есть, я там явно, вот, с точки зрения взгляд, вот этих коллавраток, то, что там есть признаки, вот этих самых нейронов, причем, опять же, это те же самые, кольер ОЛФ и БФ, которые же и там, и в этих самых, например, в позвоночных, они там очень важны в дифференцировке как раз-таки этих самых автономных нейронов, фиг знает где, из знакомых тебе, Гоша, клеток нервного гребня со всех сторон, вот, и это все, конечно, это какой-то такой древний механизм, который крутится вокруг одного и того же. Вот мне, например, очень интересно, конечно, взгляд на моллюсков, и кое в моллюсках, в подробностях, опять же, не на хроматическом инситу, а вот на таком вот СССР сделать, и просто-напросто подробненько разобрать на каком-либо моллюске, как у них, собственно говоря, эти самые пионерные нейроны получаются. Я вот, опять же, Лена Зиангемина, она смотрела на картинки, которые есть, про эти самые пионерные нейроны, экспрессию, точнее кое, и она вот там говорит, что узнает пионерные нейроны, но это, конечно же, надо смотреть. И это очень интересно, потому что, вот, в случае с Калавратом, это явно такой механизм, который позволил им сохранить нервную систему, на которую они вот перенесли вот эту вот функцию, соединяющую функцию головы с попой. А животных, их, по сей день, у белотерии, первичнарода в частности, у них таких способов возникало небольшое количество рас, и они их активно ими пользуются, скорее всего, я так думаю. Ален, извините. Нет, ну, собственно, я вот это, собственно, я и хотела сказать, что это совершенно удивительно. Вот я вот так и поняла, что мне достаточно появиться, и сразу же все понятно, что я буду говорить про пионерные нейроны. Ну, про что же я еще могу говорить? Две вещи, про сиротонин и про пионерные нейроны. Все очень просто. Вот если не про одно, так про другое. Вот что в данном случае вот этот фактор, ну, или там нейроны, или клетки, которые экспрессируют вот это вот кое, вот Женя много обсуждал, что их смотрели в других животных, но на самом деле им не уделяли такого внимания. Я думаю, вот Игорь тоже, он в своих работах, ну, как бы, не сильно на них обращал внимания. Они где-то есть, они такие небольшие, но если не знать, на что... Я думаю, что они регулярно обращают на них внимание, потому что их там шесть штук у млекопытающих, и там у них этих кои, там, у них что только не делают. В этих нервных рестах это очень важный фактор, конечно, просто это одни из многих. А тут оно вот, это может быть и здесь оно одно из многих, это какая-то часть комплекса, просто вот так получилось, что я сделал это кое и их увидел. А до этого я вообще ни в чем не видел этих самых, кроме как, сенатотагмина, там, и уже нейротрансмиттер, который там экспрессируется, там ничего нет. и тут, на самом деле, если принять вот эту гипотезу, Женина, что действительно разрывается как бы головной отдел и вентральная волоска, и что надо их как-то связать, и вот тут включаются вот эти самые нейроны, по которым как раз осуществляется эта связь. И именно на калавратке почему вот как бы ее надо изучать, потому что именно на ней это очень ярко видно. Может, на других животных это видно не так ярко, кому это нет, ну, плотинерируется, ему не надо ничего соединять. У него нормально соединена, там, головной мозг с нейтральной цепочкой. Не нужно ему ничего соединять. Или той же самой капители. Я бы это не так сформулировал. Я бы это сформулировал как пластичность, эволюционная пластичность тела. То есть, вот глядя на моллюсков, становится понятно, что как только ты можешь делать ганглии, где тебе надо, легко их перемещать, то ты сразу обретаешь возможность менять свое тело очень сильно. В случае с насекомыми пионерные нейроны тоже важны. Но там у них не в ганглиях вопрос, а в конечности. Потому что насекомые это ноги. То есть, антропот всех, не насекомых, только антропот. Там тоже пионерные нейроны в ногах. Это в целом. То есть, нервная система, она является, вот у нас там была статья про граничащий фактор. Она же, даже не пионерные нейроны, самая посевная нервная система, она является ограничителем плана строения билотерии. Чтобы уйти от плана строения билотерии, чтобы сделать что-то принципиально новое, нужно разваливать нервную систему. И либо ее сильно трансформировать. И во всех случаях, когда мы видим изменение плана строения, нервная система, она как-то, либо она исчезает, начинает полностью, и там остаются какие-то ее совсем остатки, либо она переформатируется очень сильно. Вот. Она в первую очередь, это двигатель такой эволюционный, потому что, ну, как бы, вот, Кабатянского цитирует контр-нервная система, повторяет контр-тело. Ну, поэтому вот, 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 нервная система в этом всем вытянутом животном, вот эта вот, вот эта вот вдоль тела вытянутая цепочка, это ограничитель. И в тех случаях эволюция, когда она смогла уйти от этого, ну, она их сразу развалила. А развалив цепочку, все равно нужно, как бы, нервная система, и гангрия, это не морфологически реальные структуры, на самом деле. Прежде всего, соединение между нейронами. Для того, чтобы соединение между нейронами возникло, то есть сеть работала, и это, как бы, это сложная задача. Для этого формируются вот эти новые эволюционные механизмы. Как в тех случаях, когда они сформировались, вот, они смогли обойти и пошли дальше на основе измененной нервной системы. Именно поэтому у нас есть два самых больших типа по количеству видов животных, которые как раз-таки сильно переформатировали нервную систему в некоторых аспектах. Это насекомые и моллюски. Вот. И там, и там есть пионерные нейроны. Спасибо, Женя, очень интересно. Спасибо вам большое. Если ни у кого больше нет вопросов, пойду ковырять калабраток. Дальше. Спасибо большое. Юрий Санна нам ничего не скажет про гаструляцию. Ну, зачем человеку мучить? Посмотрит гаструляцию, внимательно расскажет. Помучайте, пожалуйста. Он же ее уже пытался посмотреть. Как раз-таки именно и смотрел. Ага. А вот тогда вопрос такой. Во время гаструляции как формируется мезодерма? То есть мы говорим о том, что нервная система формирует фактически связь между головой и задницей. А что с мезодермой? Она же должна быть, по идее, и там, и там. Собственно говоря, во всем животном, поскольку у него мышцы все, они локализуются практически либо в голове, там, кончаются каким-нибудь одним концом, либо в основании ноги. Ну, и нервная система есть там и там. Соответственно, мезодерму я вот хорошо вижу, поскольку есть кое-позитивные клетки, вот, мезодермальные, я вижу там такой здоровый мезобласт, который входит в этот бластопор. То есть, причем даже он не то, что входит. Не так. Там вот есть эти клетки, вот, ранней экспрессии самая кое, она находится, получается, в месте закрытия бластопора на дарзальной стороне, выходя вот на вентральную. Она смещается туда. И, соответственно, от них отделяются внутрь два вот мезобласта. Это я могу сказать. И дальше они там очень хорошо, они так вдоль тела, в сторону рта делают дорожку такую характерную из мезодермальных клеток. Я тоже ее хорошо вижу. Ну, потом они выключают кое, я не знаю, что дальше происходит. Надо смотреть там мезодермальные факторы. С другой стороны, MSX, поскольку я смотрел, ну, там тоже видно, что MSX, он такие формирует плюхи, пастериорные, явно, скорее всего, мезодермальные, насколько я вижу. И дальше они так перешматируются. И я сначала думал, что это явно, что это остатки сегментации, но потом, здраво подумав, понял, что это очень поздно возникает. И, конечно, это не сегментация, но там такие есть участка два. И, соответственно, после этого они внутрь, когда уходят, устраиваются, перестраиваются, вот внутри, в пастериорной части, то их самая передняя часть дает ганаду, вот они идут как в рядом, почти как, даже чем-то, понимаете, передние два, первые два, там ганада, за ними два таких вот две плюхи. Вот. Опять же, что с ними дальше происходит, я не знаю, потому что это MSX выключается, и я не вижу. Мышцы там очень поздно развиваются, то есть, когда там, к тому моменту, когда развиваются мышцы, у них там уже вся не одна система, есть уже все, я узнаю уже там нейроны в лицо, то, что называется, когда фалоидин появляется. Поэтому, как бы, вот этот разрыв, я никак не могу закрыть, я не знаю, как они там прорастают точно. Хотя, нет, есть у них некоторые наметки тоже, например, по латеральной, латеральной, вот, вот, антерпостериорная оси прорастают мышцы вместе, в одном пучке, вместе с прутнифридием и пионерным, вот этим самым, латеральным нейродом, точнее, двумя. Вот. И там они такие пучки, а потом они расходятся в сторону, то есть, скорее всего, они находятся вот, вот эти вот, которые я видел мышцы, из попы, и они прорастают вперед. Вот. То есть, там идет просто две ленты, левая, правая, которая, ну, пока непонятно, делится на какие-то кусочки или не делится. Да, вот две ленты, там есть в какой-то момент, как минимум, части мезодермы. Вся ли эта мезодерма, ну, я думаю, что не вся, потому что в голове там, наверняка, что-то тоже должно быть. Можно я еще хочу сказать, напомнить Жене, то, что он сказал, паттерн взрослых генов. Вот я ему сейчас скажу это, и он наверняка сейчас вспомнит, про что он хотел сказать. О том, что именно, вот по этому, вот как у нас, золотая тройка сравнительной морфологии, сравнительной молекулярной биологии. Ну, это да, но то, что сейчас у нас наступают прекрасные времена с этим современным МСЧР, то, что морфологию видно прекрасно, то есть можно работать реально с морфологией на, это не сравнить. Нет, не про это, а о том, что вот как сейчас, когда смотрят экспрессию генов, да, то есть мы проходим те же самые шаги, которые мы проходили про исследование морфологии животных, сравнительной морфологии, что сначала смотрели взрослых, потом перешли к эмбриогенезу, потом все это сложилось, то же самое с экспрессией генов, то есть вот то, что в статье Хейноле, которая в НЭЧе, когда сравнивают, то есть нельзя сравнивать экспрессию генов о взрослых животных. У меня вообще, у меня, как это, почитав все эти три статьи, только три текста про калавраток от Хейноле, я в него что-то вообще, он меня разочаровал, потому что лажа везде, всех тревогах. Нет, не надо. Надо сказать, что действительно, что вот, как бы, просто глядя на взрослое животное, так же, как и с морфологией, очень трудно представить, как оно проходит в процессе развития. Ну, нет, ну, это понятное дело, тут не только Хейноль, это, знаете меня, вот с калавратками, вот тоже, недавно, в НЭЧКОМе, высшую слоте, про лов трахин, его тоже на калавратке сделали только взрослое животное. Вот. Ну, и много кто, потому что на калавратке взрослым на животном легко сделать инситу относительно, а вот с развитием это мне пришлось подковырнуться так, со всеми, с всем начиная там, чтобы эффективно начать работать. Опять же, хорошо стадии, они узнают, то, что описание стадии, даже хорошего, нормального, ну, вот таблицу нормального развития, вот я сейчас наставлю, она будет. А для калавраток, ну, они все те, которые я начинаю смотреть, конечно, другие же... Я вот хотел ответить Игорь, то есть зачем надо тоже изучать калавраток? Это просто очень показательный такой пример, как, ну, как бы, вот, чтобы новая методика, которая нам дана в руки, там, экспрессии генов, что она не должна нам, как бы, застилать вот это вот понятие принципов, которые нам дают эти результаты. То есть действительно, ну, те же самые экспрессии хоксов у калавраток, что, если, ну, как, это все надо, надо смотреть более... Есть золотой вот golden triangle вообще вот всех этих сравнительных исследований. Они себя включают, вот просто их не обойти никак. И сейчас даже никогда, какие бы методы не пришли. Это эмбриология, это морфология, и это вот экспрессии генов, с ней привыкающиеся, например, там single cell транскриптомика, вообще транскриптомика и так дальше. Вот. Потому что как только выпадает одно что-то из этого треугольника, все, два других не работают. Вот как у Хиноля. Он в трех текстах написал отдельно один текст про взрослых, один про развитие там, и один текст про экспрессию генов. Во всех трех он их друг с другом не связал просто-напросто. У него вот связки не было, и все. И поэтому никаких выводов нет. Он, исходя из трактов, который есть, ну, не вижу ничего сопохожего. Это максимум то, что он был, которое он сделал там из экспрессии генов. Ну, это же не так совершенно. Там вот поковырявшись, там очень много чего можно найти интересного, похожего. А уж и в раннем развитии, а уж и таких гомологий дофига и больше. Вот. Ну, просто как раз написал статьи там, на эти, что он писал на основе молекулярных данных, делать сравнения. Ну, а сам он, как это, ничего не делает для того, чтобы как бы усложнить вот не только на молекулярных данных. Он там сравнил в этой статье в Нэче про вентральные нервные стволы, там, пачки животных и сказал, у всех все разное. Ну, вот, если одни и те же гены, ну, нет смысла смотреть одни и те же гены. Нужно, то есть, от животного понимать, что как бы важна система и системный подход. И он включает в себя, конечно же, и в случае генов, то есть, это никогда не один ген, это набор генов, которые должны как-то между собой сходиться. Вот. И он в разных животных может быть разным, но вот важна там, где оно схоже. Важна эмбриология, понимать, куда ты смотришь, в каком стадии, вот, когда ты видишь экспресс-югент, потому что, опять же, это в случае с колоратами это вообще не очевидно, абсолютно. Когда ты экспресс на взрослом смотришь, окрашивание, это, ну, каша, как таковая, эволюционная, которую вот здесь слухиновали практически, да? Ну, и понятное дело, что и взрослая нарфология важна. То есть, чем точнее можешь идентифицировать структуру, которая получается, тем точнее можешь сказать, что это такое с точки зрения гомологии там развития, с одной стороны, экспресс-югенов, с другой. Ну, все, и оно вот этим треугольником ходит и будет ходить еще долго. Ну, вот, я понимаю, что все беспозвоночные, кто занимается, это очень интересно, а вот я смотрю, что вот, ну, Игорь, и по вопросу, то есть, то тем людям, которые не занимаются беспозвоночными, это может быть совсем неинтересно. Позвоночные скучные же, страшно скучные животные. подожди, нет, я бы по-другому, я бы по-другому поставил бы вопрос. Дело ведь не в том, позвоночные или беспозвоночные. Да, согласен. Дело все в том, что в одних случаях проблема решается огромным количеством клеток с возможностью регуляции, с возможностью выбора, с возможностью даже плюрипотентности, если хочешь, до определенной стадии. А в других случаях нужно из небольшого количества клеток совершить путь эволюционный, причем путь эволюционный, который уже учитывает редукцию этого тела. То, от чего так теоретически когда-то шло, от небольшого количества клеток с прямой дифференцировкой клеток без, не знаю, формирования большого количества зачатков. Здесь нужно на миниатюрной какой-то конструкции решить все те же самые вопросы, которые стоят у крупных животных, у крупных зародышей. И в этом плане, конечно, интересна модель, когда мы пытаемся сравнить то, что мы знаем на позвоночных животных с теми, в общем-то, со своей спецификой, но и со своими большими возможностями и с очень точным решением вопросов на животных, у которых малоклеточные зародыши. Особенно в случае, если в последующем количество клеток вообще не предполагает меняться даже во взрослом состоянии. Поэтому, конечно, модель очень интересна с моей точки зрения. Ну, тут я бы заметил, что калавратка это на самом деле многоклеточное животное, которое стало малоклеточным. То есть все теортичие, вот эти все в развитии, то, что я понял, оно не могло возникнуть в малоклеточном животном. Более того, если мы посмотрим, например, в хитогнату, то там... Он сказал, что это путь возвращения к простоте, да? Это вторичное, так сказать, как... Простота. Усложнение на другом уровне, так скажем, да? Усложнение на другом уровне, да. Но к простоте клавратка не вернулась, у нее нет простого развития, простого... У нее куча совершенно, понятное дело, как и у личного животного, у него все на сигналинге сползло, там все просто ползет куда надо, ему не надо там разметки никакой, у него есть четкий гайдинг, там он туда пришел, сел и после этого экспрессировал паттернговый ген с его дифференцировочной функцией анцентральной. Вот. Это как бы да, но при этом все, вот эти вот все миграции большие клеток, это, конечно же, перестроение, это признаки многоклеточные. Малоклеточным животным не нужны миграции. У него как раз таки все просто, но как только мы видим вот эти перестроения сильные и переползать, значит, это животное было сильным, было большим многоклеточным. Ну, относительно, конечно, по сравнению с млекопитающими там с человеком не сравнить, но хитогната тем не менее большая. Вот у него есть там вентральный ганглей, он там выстраивается, и это его, он гомологичен ганглем в ноге вот этой вот линии. Там он, он выстраивается там в рядок, там такая шахматная порядка, когда уже после выходит личинка, они там начинают перестраиваться вот так вот совершенно точно так же, как у калабуратки, там, вы видите, вот несколько нейронов, а там это на огромном количестве нейронов с упорядоченным делением, там шахматная такое в порядке, там четко совершенно раз и пошло, и это вот, вот эта вот здоровая бульба, она инвестирует все вокруг там в половине тела. Вот. И это как бы вот у калабуратки есть, у калабуратки там там их 40 штук, а там у хитогната их очень много, а механизм вообще тоже вот я его усматриваю совершенно параллельно, то есть хитогната и калабуратка близнецы-братья с моей точки зрения уже. Ну и вот, Жень, то, что ты сказал, именно вот этот вот паттернинг и гайдинг, вот это тоже вот то, что из твоей работы. Да, да, да. Да, червяковость и моллюсковость, то есть, ну, всегда есть соотношение в эволюции вот именно закладки вот этой исходной билотеральной, симметричной, билотерии, вот взяли, сделали длинное что-то, разметили, порубали так, порубали так, вот, и в этом месте все заложили нужные нейроны. А, как бы, есть гайдинговый компонент, как только у нас что-то отрастает такой, который отличается вот от этого вот удлиненного вот того, что разметили, вот начинается появляться необходимость уползти и там сделать. И вот тут начинаются эволюционные пляски и все самое интересное. Вот. Тут, кстати, вот как раз-таки прямые в калабуратках мне много где, в многих таких моментах прямые аналогии там с мы-копитающими, ну, с мы-копитающими, с исторично-ротами. Где там как раз-таки вот с позвоночником, где как раз-таки куча совершенно вещей, которыми занимается Игорь Адамейко, например, за ней как раз-таки висят на том, что что-то куда-то приползло и там заново сделало. Вот. Таких вот, там вот явно в калабуратке много таких вещей. знаем размеры. Знаем размеры. Ну что, Игорь, нет, не вдохновило. Да нет, почему же, ну, очень интересно по-своему. Я вообще люблю проявление всяческого натурализма, натурализма. Здорового Ивашкина. Это натурализм. Вот. Так что нет, мне, конечно, все нравится. Я просто думаю, что, скажем так, очень иные механизмы развития и кроме какого-то их созерцания из этого, я не знаю, из такой конкретики лично для себя мне очень тяжело извлечь что-то такое доброе, вечное, да, как человеку. Для биомедицины конечно никакой пользы, к счастью. Вот это очень хорошо, что для биомедицины никакой пользы. Нет, ну почему? Опять же, даже на то, чтобы внимательнее посмотреть на этот, на тот же самый коль, чтобы внимательнее посмотреть на вот это соотношение паттернинга и гайдинга у разных животных. Нет, ну что, это называется натурализмом, это называется все изучение эволюции по большому счету натурализмом. Ну нет, нет. Конечно же, я не согласен категорически. Леня, я, кстати говоря, именно в плане комплимента это сказал. А ты прямо на то слово натурализм воспринял как обидно, совершенно зря. Я наоборот, как бы хотел сказать, что просто наблюдение других каких-то модальностей развития, других вариантов, это просто очень интересно и замечательно само по себе, безотносительно даже каких-то там, не знаю. Не, ну есть у нас директор МГЭ, не Пам Пател, который так и говорит, вот занимается у них там проекты про ноги раков, развитие, их дифференцировку, там происхождение ноги, эволюционные. Правильно, там этих самых цветов, вот этих чешуйок цветовых и роли винтов в чешуйках этих бабочек, которые формируют цвета, тут тонкой регуляции в соответствии длиной волны этих самых толщин, пленочек. Ну, я когда его спрашиваю, зачем же вы этим занимаетесь? Я считаю, что главное в биологии развития это красота. Я полностью с этим... Таким образом вижу все большее, большую красоту мира. Ну, конечно же, это моя личная самая первая в любой научной задачи, это самая первая задача. Все остальное уже... Вот так. Хорошо. Вот Юля с нами прощается. Юля, до свидания. До свидания. У меня просто сейчас до свидания кафедры еще пока идет. Было очень приятно всех увидеть. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Доброго вечера. Спасибо. Все, заканчиваем тогда сессию, если у нас ни у кого больше нет никаких вопросов, ни замечаний. Ну, все-таки, еще все-таки хочу сказать, что, ну, опять же говорю, механизмы эволюции, они универсальны достаточно, и их можно изучать только если погружаться вот со всех таких стран живут. И это не натурализм. Спасибо, Женя. Дорогие друзья, я тоже побегу. Всем спасибо. Был рад всех увидеть. Вот. Спасибо вам большое. Да. Всем пока. Всем счастливо. Спасибо, Женя. Всем спасибо. До свидания. Женя, спасибо за доклад интересный. Да, Леша, мне теперь надо выключить запись, да, а потом подождать, да, чтобы она записалась. У вас все сейчас закроется, и он вам выдаст окошко, что ждите, там, 10, 20, 30 процентов, а потом он спросит, куда это записать, но если вы типа не скажете куда, он запишет это в директорию документов, Zoom, число. Куда-то. Все, спасибо, спасибо большое, да, конечно, всем я постараюсь это все записать. Алеша, наверное, тоже писал, да? Да, 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 у меня тоже писалось, посмотрим, что получилось. Да, так что все, все, счастливо. Всего хорошего, до свидания. Ай, не выйти, запись. Сейчас, ничего не делать, не найди, не найди, он сам нас, все, попросить. Валерий, запись.